Святой Григорий Богослов Добрый день, друзья! Вот что сегодня говорит нам одностично Святой Григорий Богослов. Тяжело жить в бедности, но еще хуже, раз богатеть неправильно. Суд этого слова шерстит целую эпоху нашей жизни, новейшей истории, потому что при развале Союза была варварская приватизация, разграбление десятилетиями накопленных народных богатств, обнищание миллионов и обогащение единиц. Это богатство неправедное, но на самом деле есть угли, собранные за пазуху. Григорий, как имеющий Духа Божий, как имеющий страх святой перед создавшим нас, говорит, что тяжело жить в бедности. Бедность может быть благом только в случае добровольного принятия. Добровольная бедность – это хорошо, это свято. Голый, что святой, никого не боится, говорит английская пословица. А Мархаян говорит, ты половину хлеб задобыл в пищу, тебя согрело бедное жилище, ты раб ничей, господин ничей, воистину везет тебе дружище. То есть, ну что бедному, кому он чего нужен, что с него возьмешь? То есть, но это если добровольно, а если не добровольно ты беден, и семья, и дети, и забота, и абуза, а мошна пуста, в кармане дырка, это плохо. Григорий признает правду жизни, говорит, что тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправильно. Это очень важные слова сегодня, потому что люди желают разбогатеть за любую цену, что хочешь сделают. Сначала, конечно, говорит, ну нет, ну что вы, я, конечно, не готов сотворить это, отчебучить вот это, или вот это вытворить, или вот этим пожертвовать. На самом деле, когда разговор пошел, если человека замотало в образ мысли желающего обогатиться, он потом готов и это сделать, и это сделать, и туда лечь, и это покушать, и этим пожертвовать, и этого сдать, и этого предать, и вот этого от себя отпустить, все готовы сделать люди на самом деле, если они поставили за цель обогатиться. А обогатиться неправильно, по мысли Григория Богослова, гораздо хуже, чем жить в бедности, потому что богатство с собой туда не заберешь, им не оправдаешься, оно тебе в карман не ляжет, и с тобой никуда не пойдет, ты за него ответишь, и ты уже набрал горячие угли тебе за пазуху по слову премудрого Соломона. Поэтому имейте в виду, что все мы стоим под судом этого слова, потому что даже не будучи богатым, мы можем хотеть быть богатым, это одно и то же, по закону Божьему осуждается одинаково, как имеющий неправедное богатство, так и желающий, хотя и не имеющий, желающий богатства любой ценой. Желающий богатства любой ценой будет в аду в том же месте, где все те, кто обогатился пролитием крови, волхвованием, проституцией, продажей наркотиков и прочими-прочими делами, которые перед богом являются мерзостью. Итак, проверим себя, тяжело жить бедности, но еще хуже, разбогатеть неправильно. Не будем этого желать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok